всем привет дорогие подписчики друзья и просто гости которые зашли на мой канал посмотреть видео сегодня будем готовить десерт десерт будет желейный для десерта нам понадобятся креманки но как так как креманок у меня нет у меня есть два таких вот стаканчика они подойдут они хорошо подойдут для десерта нам понадобится желе желе я взяла уже готовое его просто развести надо будет в кипятке печенье какое-то сладкое какое вы любите можно юбилейное но я взяла вот такое вот сахарное брянское печенье и клубника ну еще нам понадобится кипяток для начала я возьму несколько печеньев ну штучек 5 наверное возьму и мне его надо будет раздробить очень очень мелко в крошку вот это стало 5 штучек кстати очень хорошо пахнет это брянское печенье прямо ванилинчиком для этого понадобится какая-то кофемолка или что-то типа этого но у меня есть комбайн и доставать комбайн из-за 5 печеньев я не стану я сейчас положу его в пакетик и с помощью скалки раздавлю вот такая вот крошка у меня получилось его скалкой прокатала несколько раз и она раскрошилась вот это покупки чудит помельче ничего страшного присыпал я крошки в пиалку вот так вот такое получилось я просто готовлю два стаканчика нам на двоих поэтому не хочется пачкать какие-то измельчители а если вы готовите конечно на компанию или на большую семью там шесть пять человек то конечно же лучше воспользоваться каким-то измельчителем чем мучиться скалкой мне вот так вот было погострее так теперь берем наши стаканчики я насыпала стаканчики чуть меньше половины печенья в 1 и 2 на дно ну как то вот так вот и сейчас вот это чтобы все примем приметь возьму вот стаканчик рюмочку и просто утрамбую так утрамбовала теперь беру беру клубничку отрываю хвостики и режу тонкими вот так вот слайсами вот такими вот тоненькими слов запах от клубники аж слюни потекли и теперь стаканчик вот так вот укладываем клубничку чтобы стояла аккуратненько таким вот образом везде по краю еще одна сейчас еще отрежу вот так вот у меня получилось это изнутри внутри вот так вот снаружи просто когда креманка будет она будет потольше стекло и она будет вид совсем другой здесь очень толстое стекло но все равно как бы красивенько получилось сейчас я тоже самое сделаю со вторым вот такая вот красота у меня получилось я поставила чайник нам нужна горячая кипяченая вода в стакане у меня 200 миллилитров кипятка в этот кипяток я высыпаю весь пакетик желе я взяла лимонное было клубничное малиновое вишневое и лимонное но все остальное красное как бы у меня красное и сочетание красного с не хотелось бы поэтому пришлось взять лимонное и все это хорошенько перемешиваем клубничку конечно же сюда брать надо какая покрупнее вот у меня одна была крупная остальные такого вот размера небольшого всего мне ушло три клубнички а тут еще даже вот остатки остались два стаканчика три клубнички а если она будет крупная то у одной клубнички на каждый стакан но теперь пусть желе немножечко остынет хотя бы пять-семь минуток чтобы она и такое горячее было и продолжим дальше я постояла у меня где-то минут 7 и нам сейчас надо будет осторожненько залить вот эти вот стаканчики чтобы клубничка не упала и печенье осталось на дне печенье конечно немножечко взбунтовалась я думаю сейчас упадет так сейчас на 2 аккуратненько ладно что страшно сейчас на ложечкой все подправим как-то так должно получиться вот одна клубника у меня все время всплывает ладно сейчас это все отнесу в холодильник и пусть все застынет а клубничку эту сейчас начнет подстывать я ее подправлю ну что десерт в холодильнике застыл желе застыло смотрите если у вас попадали ягодки когда вы заливали ничего страшного когда он начнет чуть-чуть подстывать в холодильнике их можно просто легко поправить вот и все вот это я уже сделала сейчас доделаем 2 засыпаем все печенье и украшаем клубничкой сейчас выберу посимпатичней вот такая вот маленькая красивенькая вот так смотрите что у нас получается внизу печенье она разбухла желе когда было теплое печенье там разбухло ягодки потом желе а сверху будет хрустящее печенье с ягодкой ну вот тут желе немножечко поменьше получилось вот в этом стаканчике смотрите какая красота получается можно за место же желе делать пудинг вовнутрь добавлять тоже будет очень вкусно ну а я вам желаю приятного аппетита делайте пробуйте очень вкусный десертик легенький и можно сказать полезный если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и всем пока пока